Всем привет! С вами Ольга и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу оставить отзыв о некоторых развивающих пособиях, которые мы испробовали. Напомню, что моему ребенку сейчас почти 2 года. В этом видео я предоставлю отзыв о трех сериях, таких как Развивающие наклейки для малышей с многоразовыми наклейками Дошкольная мозаика И умные книжки Еще у меня оказалась по одной книжечке вот такая вот Зимцова И посчитай на клей кружочки Это оказывается школа семи гномов Сделаю в том порядке, как мы и начали пользоваться Сначала мы испробовали вот эти тетрадочки или книжечки Потому что они для самых маленьких, на самый ранний возраст, с одного года их уже можно Их существует большое количество, вот здесь на задней страничке, на задней обложке Предоставлено 10 в виде рекламы Я решила испробовать сначала три Они нам очень-очень понравились Наклейки в них многоразовые И если что-то не получилось сразу, то можно еще раз переклеить Рисунки очень красочные, красивые Задания интересные В общем и мне, и моему ребенку эти книжки очень понравились Например, вот тема снеговика сейчас у нас очень актуальна Сейчас зима на улице и недавно мы лепили снеговика Так что мы могли по книжке сразу закрепить все понятия и некоторые слова Ребенок еще учится говорить И я выбрала на пробу пока что форму Один много, тоже очень прикольная книжка И счет Счет здесь до пяти Но один недостаток мы так и обнаружили в этих книжках Вот книжка про счет Приклеить две божекоровки, три пчелки Все отлично Для них здесь оставлено белое место Наклеил наклейку красиво А вот в книжке Один много Наклейки клеятся прям куда-нибудь Где уже красочная картинка Вот например мы клеили птички И за счет этого они к сожалению теряют свой цвет И становятся некрасивые Какие-то неяркие, некрасивые цвета Особенно проиграла здесь Курочка Цыплят много Курочка мама одна Она белая, она была красивая Когда она была в наклейках А потом мы ее сюда наклеили И ее практически не видно уже Вот это в моих глазах минус Но ребенку конечно это все равно И мне очень-очень это понравилось И поэтому прошли мы эти книжки Мгновенно, просто очень быстро И я вот думаю Они такие легкие Надо ли еще покупать Возможно да, куплю К сожалению я не нашла таких или подобных книжек На более старший возраст из этой серии Не нашла, наверное нету Они все с одного года И потолок у них тоже не указан Но сейчас уже в два года Это все очень легко и просто Так что вот не знаю Купим ли мы еще остальные или нет Следующая серия Дошкольная мозаика Тут уже все посерьезнее Там такие задания Очень интересные, но сложные Напомню моему ребенку Еще нет двух лет Ей год и одиннадцать месяцев Вот эту книжечку мы уже прошли Цифры и счет Я сейчас стараюсь ее научить считать Ну где-нибудь до десяти До пяти точно И здесь и есть книжечка Счет до пяти Странички здесь в сравнении с первой серией Они попроще Они обычные Такие тетрадные Тонкие Но рисунки тоже очень красивые Очень яркие Интересные задания Правда не легкие задания Для такого маленького ребенка И есть конечно тоже наклейки Это хайлайт Это самое интересное для ребенка Когда уже выполнил задание И знаешь где что Потом можно наклеить наклеечки Кое-что можно было рисовать Обводить, раскрашивать И тут мы конечно тоже постарались Интересно Хотя и нелегко И поэтому эту книжку мы тоже уже Очень быстро прошли Сейчас мы взялись за следующую И это развиваем память И тут оказалось Ну совсем-совсем ей трудно Здесь задание такого рода Что ребенок смотрит на страничку Рассматривает все вместе с мамой Называет А потом нужно перевернуть страничку И кое-каких деталей На другой странице уже не хватает И ребенок должен вспомнить Что же было еще на этой странице Очень интересно Очень нелегко А потом когда мама с ребенком Это вспомнили Отсутствующие детали можно доклеить Но эти две книжицы мы начнем Конечно, когда уже закончим ту Но параллельно к ней мы начали И с третьей серии Во-первых, я сама удержаться не могу Во-вторых, мне было интересно Что за серия, как ребенок отреагирует Насколько ей будет интересно А в-третьих, чтобы не скучно было Всегда по одной и той же заниматься В тетрадке Мы разнообразим По-разному занимаемся И начали мы вот с этой книжки Описание положения предмета Рядом, около, в, на Называется вправо-влево-вверх-вниз И оказывается тоже Совсем не просто ребенку Ну тоже с двух до трех лет То есть у нас, чтобы освоить этот материал Есть еще целый второй год Ну или третий по счету год жизни Тетрадочка очень тоненькая Странички тоже тетрадные, обычные Рисунки красивые Очень жизненные такие ситуации Рисунки ребенка заинтересовали Нарисовано хорошо, она там всех узнает Мне очень нравится Вообще прикольная вещь Я выбирала из серии В серии очень много всяких Обратите внимание Вот тут целый список того Что бывает в этой серии Выбор хороший Я выбирала именно то, что мне казалось Что мой ребенок не знать не умеет И надо бы подучить А если допустим цвета и формы У нас уже были в других тетрадках Либо цвета она уже из набора умница знает Это я даже не стала И не буду покупать Послушный карандаш Развиваем мелкую моторику Сюда мы еще даже не заглядывали Мы конечно это начнем Когда пройдем те Все будем делать по порядку А вот грамотейка Оказывается очень-очень толстая тетрадка Тут правда есть чем заняться с ребенком Ее хватит надолго Я не помню сколько у нее цена Наверное подороже В ней ребенку уже можно будет и рисовать И обводить что-то И писать Это уже правда более сложный уровень И будем мы этим заниматься попозже В общем и целом больше всего мне понравилась первая серия Многоразовые наклейки Но возможно потому что было очень легко И шло это все очень легко и быстро И мне и ребенку понравилось Но мне же важен тоже развивающий фактор Чтобы ребенок учился чему-то Чего возможно еще не знает И поэтому мы будем заниматься по всеми этими книжками Они все хорошие, отличные А вот книжка Почитайка Которая тоже с двух до трех лет Оказывается слишком-слишком рано Ну хотя надо было думать Название говорит само за себя Почитайка Речь идет о буквах А буквы мы еще не проходили Мы еще цифры-то только начали изучать Алфавит целый То есть начать эту книжку проходить Можно когда вы уже будете знать буквы Хотя бы пройдет знакомство со всем алфавитом Зато вот эту вот книжку Посчитай на клей кружочки Мы уже прошли Оказалось тоже очень весело и легко Хотя немного однообразно В принципе книжка Название описывает как раз то Что происходит внутри Просто дается огромное количество Цветных наклей кружочков И нужно их наклеить по цветам Книжка это в стихах В каждой страничке к рисунку Есть маленький стишок Ты устрочный Сильно много думать не надо Единственное что считать Ребенок учится счету Это отлично Но если делать несколько страничек за раз То получается довольно монотонно Ребенку становится скучно Так что мы проходили эту книжку Между делом так по чуть-чуть А потом опять откладывали в сторону Мы ее не проходили одну единственную От начала до конца Мне ребенку это показалось Скучно ей быстро Надоедало Странички тут тоже такие непростые Они гладкие-гладкие Не знаю с чего они сделаны Это непростые тетрадные какие-то Очень яркие, красочные Просто белого места нет И очень жизненные все рисунки Ребенок тоже узнает Хотя рисунки простые Мне кажется такое делается легко на компьютере Но тем не менее Ребенок узнает все Интересно все Спрашивает что не знает Прикольно вообще Нам понравилось Это прикольная вещь Хочу пару слов сказать о том Где я купила эти пособия Вообще поскольку я проживаю в Германии Все эти пособия Русская литература Вся становится труднодоступной Не можешь пойти в магазин и взять Хотя такая возможность тоже есть Здесь есть русские магазины В больших городах Бывают даже крупные супермаркеты русские С русскими товарами, продуктами И в них есть полка Либо целый отдел С открытками, с литературой Там тоже можно выбрать и детские книги Плюс заключается в том Что ты можешь книгу развернуть И посмотреть что внутри Изучать Минус заключается в том Что конечно выбор меньше Это не книжный магазин И плюс еще в этот магазин Надо куда-то ехать Поэтому как я думаю Большинство поздних переселенцев Русских людей Здесь из Германии Покупают книги в интернете Существуют специальные сайты Я могу оставить целый список Разных сайтов внизу Которыми пользовалась уже я Но если задать просто в гугль Русские книги в Германии То он уже выдаст все эти сайты Они все относительно похожи В каких-то есть одни книги В других их нету И наоборот Но вот именно этот заказ Я искала очень долго на разных сайтах Именно этот заказ Мне было удобнее всего сделать В книга экспресс.de Потому что у них там Лучше разделено По подотделам Если на другом сайте Ты выбираешь просто детские книги И у тебя огромнейший список Из которого ты там выбираешь Эти пособия поштучные Еще и по возрасту надо То здесь как бы они были сгруппированы Можно было поиск Очень... Как это называется? По-русски? Ну в общем задать поиск Что конкретно ты ищешь Хотя и не по возрасту Но уже в списке Где эти книги предоставлялись Уже стояло на какой возраст Ребенка Мне это удобнее всего показалось Я легко и быстро выбрала Что мне надо Очень даже много выбрала всего Книги эти в большинстве своем Имеются на складах Они уже в Германии Они идут буквально три дня Три рабочих дня Вам это удобно А на сегодня все Если вам видео понравилось Ставьте лайк Заходите на мой канал Подписывайтесь У меня на канале еще много О развитии ребенка О нашей жизни в Германии В общем много всяких интересных видео Заходите, подписывайтесь До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok